Мой целебный завтрак Не смотрите вы целебную кулинарию? А там все это есть Полтаряю Проросшая пшеница Видите, она слегка прорастает Но она уже где-то Третью неделю, потому что Ем я один И что еще получилось Я как раз уезжал на несколько дней Естественно, никто не ест То есть, вот Две горточки я взял Проросшей пшеницы, раз Далее Кисломолочное Кисломолочное Опа, вывалили И Столовую ложку меда Набираем И сразу сюда, раз Отлично Виталий Смех Продолжение следует... Вот это мой целебный завтрак. Надо сделать два помола. То есть один раз сработал блендер. Второй раз сработал блендер. Получается очень мелкий помол. У вас получается какой-то мусс. Добавление меда придает вкуса. И вы получаете натуральный, свежий, ну будем говорить, завтрак. Со всеми биологически полезными веществами и энергиями, что немаловажно. Кстати, этот завтрак вы можете использовать на ужин. Пришли, сделали, выпили и все. Смотрите целебный кулинарию. Я там очень много для вас разжевал. Вам остается просто это проглотить. Я себе вчера сказала, так, Таня, теперь ты придумываешь себе свою собственную диету. И в этой своей собственной диете ты обязана съесть эту овсянку. И я ее просто заливаю водой и разрешаю себе добавить туда ложку меда. Ну потому что здесь день по-другому уже строится. Если ты начинаешь с этого вареного яйца, с кофе, и затем кофе, во-первых, кофе разрешает диету, а во-вторых, я очень люблю кофе. А, вот она, кофе разрешает диету. Да, да, да. И вы знаете, я смотрю на Танюшу, и мне ее становится действительно жалко. Вот различные диеты, и диета разрешает кофе, но вот мы как раз и говорим о нашей целебной кулинарии, а полезно ли это будет или нет. Смотрите, однообразная белковая диета, постоянно, она дает повышенную нагрузку на почки. Да, с помощью ее вроде как тела станет, потому что усиливается обмен веществ, так называемое специфическое динамическое действие пищи, так называемое. И на переваривание усвоения белка уходит энергии больше, нежели как на любой продукт. Спасибо тебе, я знаю. Но это же, понимаете, если человек сел углеводы и сел какую-то жирную пищу, она может отклассаться в жир. Что как бы не особо хорошо, но тем не менее, накапливается. Если мы переедаем белковую пищу, белковая пища не накапливается в организме. И знаете что, она выводится, идет повышенная нагрузка на почки. Более того, если о почке у нас определенное количество только могут выводить мочевины и азота, тогда начинают откладываться вот эти мочекислые соли по различным суставчикам. И раньше у богатых людей что было? Была подагра. У бедных не было, у богатых было. Поэтому... То есть богатых хорошо питались и у них подагра не надо? Да, они постоянно ели мясо, потому что считали вот так мясо, кофе, там, допустим, пироги еще там какими-то. Геннадий, вы решите вопрос. Да. А что, вы против кофе? То есть там нет целебности никакой? Ну в кофе, конечно, какая-то целебность есть, но вот эти все стимуляторы, я считаю, они работают так, чтобы что-то выкидывать из организма. Не столько отдать, сколько взять. А вот сейчас я как раз поговорю о том, как приготовить действительно целебный завтрак, а еще больше. Я сейчас знаю, что когда приходишь с работы, там вообще часов 12, наверное, окончается все мероприятие. Голодная, приходишь домой, хочется покушать, и тут уже не до диеты ешь там все подряд. А потом тяжело. А потом и вес растет. И как же все это соединить в одном питании, чтобы у нас не рос вес, мы чувствовали себя великолепно, да еще здорово выглядели. Так же? Конечно, очень хочется, потому что если, допустим, мероприятие начинается у меня часов в 7, естественно, на площадке я часов в 5. Значит, то есть думаю, я выезжаю, в зависимости от пробок, ну там в 3,5-4. Есть я до этого? Не могу. То есть я позавтракала, может быть, чего-то я там в обед перекусила, и все. И потом вот это на ногах, все это переносишь. Да, до года 12 приехало, чуть-чуть тебя это напряжение отпускает, и такая, опа, а что же я буду есть? Что же будешь есть? И вот как раз я для людей творческих профессий приготовляю завтрак, готовлю завтрак, и он же может быть и ужина. Смотри, вот яйца и кофе, а будет ли нормальная микрофлора работать в организме? Есть ли пища для нормальной микрофлоры из яйц и кофе? Микрофлоры? Да, маловато, наверное. Маловато, потому что микрофлоры надо клетчатка. И смотри, мы эту клетчатку возьмем, вот она у нас есть, тут петрушечка, тут укропчик, более того, мы возьмем кисломолочный продукт. Это у вас кефир или ряженка, ряженка, да? Мы можем взять и кефир, и ряженку. А, кто что любит? Просто квашу даже, любой продукт. Более того, теперь у нас тайное наше оружие, это как раз проросшая пшеница. Что дает проросшая пшеница? Проросшая пшеница, это в первую очередь, здесь и клетчатка будет, запускается работа желудочно-кишечного тракта. И самое интересное, что здесь, когда прорастает семя, крахмал превращается в солодовый сахар. Это уже не крахмалистый продукт, это уже ближе к растению. Когда пшено замочено, оно потом превращается... Да, оно начинает прорастать, и при этом крахмал, как питательное вещество, просто-напросто растением, зерном используется для того, чтобы... А вырос вот этот вот самый... Все это выкрылочек, и пошло вот это вот зеленый листочек. Представляешь, насколько все это облегчается пищеварением? Не крахмал, а уже ты просто-напросто ешь растение. Плюс, во время прорастания здесь количество витаминов группы В увеличивается в несколько раз. Витамин Е, для красоты. Да, а женская красота, витамин Е, это уже все знают. А витамины группы В, мы с тобой поговорим отдельно, сделаем такую передачу. А что такое витамины группы В для здоровья? Это следующее. Так вот, витамины группы В здесь имеются. Здесь имеется уникальная вещь, уникальная вещь. Вот все, что ты ела, кофе, оно живое? Да, я же живое пью кофе. Ну как, как оно живое? Оно же вареное, оно же жаркое. А, уже давно вареное, да. Живым продукт только считается тогда, когда в нем есть ферменты, которые спасутся тому, что начинается выражение, гниение, и продукт подрится как можно быстрее. Либо он растет. Так вот, смотри, в проросшем зерне, да, а в яйцах вареных тоже этого нет. А зато в проросшем зерне имеется фактор роста, жизненная энергия, которая сразу же идет. Если кофе для того, чтобы тебя стимулирует, надо откуда-то взять из твоих резервов эту энергию, то зерно тебе само дает, понимаешь? Вот и жизненный потенциал зерна, который вымахает в пшеницу. А то это красиво, да. А на счет веса тогда? Вот, и на счет веса, смотри, какой вес, когда мы говорим, если бы это был крахмалистый продукт, то это действительно могло идти в вес. А это превращается в салатурный сахар. А он что, не дает веса? А это уже больше растения. Больше растения. Больше растения. То есть и вечером можно? И вечером. Прекрасно. И просто можно, а нужно. Более того, это дает, когда мы седаем объем в желудке, насыщает, и нам не хочется есть. И еще один продукт. Ну, это... Творожок. Все знают. Вот как раз, смотри, полноценные белки. Да. Животные, которые необходимы для того, чтобы у нас были и кожа наша хорошая, и чтобы у нас ногти были хорошие, и волосы. Надо белок, пожалуйста. Да вот, полноценный белок, животный белок. Ирина Анатольевич, я два зернышка съела, а уже зарядилась энергией. Вот вы сказали, что мы будем использовать зелень. Я правильно понимаю, что ее надо порезать? Давайте, может быть, я... Нет, 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 нет. Вот смотри, целебная кулироверия, вот смотри, целебная кулироверия, да, действительно, подразумевает совершенно иные способы готовки. Да. А для того, чтобы это все у нас вкусно было, потому что вроде листья есть, невкусно. Вроде, ну комка, вроде прорушу пшеницу есть, тоже не особо вкусно, кефир пить, да ну нафиг. И творог есть как-то суховато. Мы с вами возьмем вот этот. Медик. Медик. Не гречичный ли? Это мед может быть и гречичный, это мед может быть и лесной, и загородный. Гречичный. Да, это похоже на гречичный мед. Так вот, что мы делаем? Что мы делаем? Готовим совершенно по иному, без варки, без запекарки, чтобы у нас все наши вещества, которые здесь имеются, были максимально сохранены и дали нам заряд и нужные микроэлементы, другие питательные вещества, чтобы мы полностью себя чувствовали здоровыми. Поэтому мы берем наш блендер и начинаем. Вот столько зелени ты съешь за вас. Я-то? Да. Ну я давиться уже буду. Давиться буду. Я поменьше съесть. Смотри, а мы сейчас сделаем так, что их можно съесть. Это все. А вот мы делаем на сколько порции? Ну это мы сделаем на 4 порции. А, хорошо. На 4 порции. 4 порции полноценной целебной кулинарии, целебного блюда, которое нужно и как завтрак расценить, и как ужин. И как ужин, да. Великолепно. Причем все системы нашего организма будут работать в наилучшем виде. Мы даем пищу для кишечника, мы даем пищу для нашего сердца, мы даем пищу для сосудов, и при этом ничего не засоряем. Для сосудов, для кишечника, для сердца, для почек. А время суток, когда можно есть такой ужин? Такой ужин, ну как только пришли, так и... То есть даже в 90 часов. И, кстати, петрушка и укроп. У актеров часто бывает, они переели или еще какие-то проблемы с желудочно-кишечной. Ой, и у полипакера бывает. И у полипакера бывает. И у петрушечка бывает. Петрушка обладает способностью выводить лишнюю воду из организма. То есть вода у нас не будет скапливаться. После вечера, который ты провела, ножки не будут отекать. Поспишь под глазками, тоже не будет отекать. Все будет нормально работать. Правильно. Укропчик у нас есть, здесь есть. Все бродильные процессы, которые, если что-то там сильно не прокажется, она там тоже будет такими... Ну мамочки все помнят, укропной водой... Раньше детишек поили младенцев, когда у них ухудшил живот. Значит мы взяли пол пачки вода, мы взяли большой кусочек пучочек зелени, и теперь мы выкладываем одну, две, четыре, четверо. Четыре ложечки, все, укропчик не надо. Этого достаточно. Одна ложка для взрослого человека, это хорошая вещь. Дядя, ну если так нравится вот это все. Это ты еще не пробовала на вкус. Попробуй, попробуй на вкус. Теперь смотри, что мы делаем. Мы сюда заливаем... Ряжем. Ряжем. А сколько? Ну ряжем, мы, допустим, зальем примерно пол-литрика. Пол-литрика? Пол-литрика. Как раз здесь пол-литра. А не мало пол-литра на четверых? Можно помочь? Пол-литра. А дело в том, сейчас все это... А объем? А мед мы добавляем сразу, но потом его попробуем. Можно добавить по вкусу, больше или меньше. Льем медочек. Опа. Красавчик. Да. Налили. Опа. Я всегда думала, ну как вот люди могут красиво обращаться с емкостью меда, все после того, как нальют мед, обязательно обрежут палец. Обязательно обрежут палец. И оказывается, с пальца еда самая вкусная. Это точно. Детки едят с пальцем. Это точно. Итак, мы все это поместили. И теперь включаем нагрузку. Ну что, наш чудо-завтрак созрел. 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 Значит, две минуты интенсивный такой вот процесс взбивания. Слушайте, ну это какой-то прям даже не знаю, какой назвать. Что-то смусим, мед, молочный, коктейль. Вот. Красивый. И, кстати, о зеленом цвете можем поговорить теперь. Оказывается. Расскажите. И цвет продукта влияет на наше оздоровление. Зеленый цвет, в первую очередь, он успокаивает. Он стимулирует работу, вернее, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Да, да, да. Если есть какое-то воспаление, он также стремится к тому, чтобы снизить его. Если человек возбужден... Вот, приехало с мероприятия, вот это в ушах, тут, 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 зеленый цвет, да. Так. Ну что, зеленый цвет, и ты успокаиваешься. Зеленый цвет еще полезен для глаз. А еще в цветотерапию зеленый цвет используют, когда вот спать ложатся люди от бессонницы, вот, или лечат зеленым цветом. Вот. Актеру надо? Надо. Сейчас ты страдаешь. Да, актеру надо. И охранникам надо, потому что бессонницы и страдают все. За наш новый рецепт. Ой, ну подожди, знаете, я сейчас сконцентрирую, загадаю желание. О, желание, прочувствую. Слушай, я первый раз, конечно, пробую. Давайте название какое-то дадим. Зеленый коктейль, банан. Сейчас придумаю. О, пахнет очень свежо. Вот это вот наша зелень дает. А сладость надо добавлять, не добавлять? Если мало, мы можем сейчас сюда еще меда добавить. Мне так нравится, эти пузырики. Он прям похож на молочный коктейль. Это реаловерский коктейль. Так, сейчас желание, желание, желание. Ага. Брови поднялись. Это говорит уже в такой, примерно, о такой эмоции, как бы, ого-го. И смотри, она, не отрываясь, выпила, смотрите, больше, чем я, сразу же. Потрясающе. Нежный, приятный, явно такой, знаете, свежий. При этом чувствуется его определенная плотность. Вот этот, наверное, творожочек с кисломолочным, вот нашим, в нашем случае ряженькой, соединился. И вот вкусы, вот эти все, вошли друг в друга. И это просто какие-то молочные, зернистые берега. И образовали совершенно иной вкус. И при этом, я подчеркну особо, особо такую вещь. Сейчас Европа в ужасе. Оказывается, они через 17 лет хоронят, как говорили, захоронят кладбище. Потому что людей нельзя хоронить. И они, значит, старое кладбище. Да, вырывают и по новой. За это время люди, как правило, заневают. Так вот, они начали отрывать и видят, люди не заневают. Вопрос, почему? Те старые или современные? Современные люди не успевают заневать. Почему? Пластмассов. Да, потому что они напичканы консервантами. Есть здесь консерванты? Нет. Какими-то Е-эмульгаторами, какими-то там еще там добавками и прочее. Прочим, что тело не разлагается. Представьте себе, все тело пропитано вот этими вот какими-то непонятными, ненужными веществами, которые организм не может не усвоить, не вывести. Это располагает огромное количество заболеваний и прочее, прочее, прочее. Здесь мы с вами на виду сделали все без всяких консервантов, без всяких каких-то эмульгаторов, заменителей и улучшителей вкуса. И вкуса. Да. Надо, мы только побольше добавим медка или еще там что-то. Да, кстати, мы можем туда имбелька добавить, чтобы там лучше кушали. Можно клубничку. Можно клубничку добавить. Кому что, да? Кому яблочко. Может бананчик даже. Яблочко, все что угодно. Это только мы сделали один. Дальше, я думаю, мы сделаем еще различные варианты. Значит, что меня удивляет. Меня удивляет сочетание в этом коктейле вкусов, во-первых, сладкого меда, а во-вторых, привычной зелени, которая используется, ну, где угодно, только, ну, как бы, не в сладковатых блюдах. Вот удивительные сочетания. Так, а зелени-то здесь сколько? Представьте, сейчас твой желудочно-кишечный тракт, все бактерии, которые нуждались в топлере, в пище, начнут работать. Начнут это, активно взаимодействовать. Значит, смотрите, честно, во-первых, это очень вкусно, во-вторых, я точно понимаю... Должна быть вкусная и болезненная. Да, спасибо большое за этот рецепт. У меня вопрос по калорийности. Я хочу понять, вот сколько вот здесь же калорий. А тут так не ровен час, некоторые могут все четыре порции вечером выпить. Четыре порции вы не выпейте, две выпейте, потому что она создает сытость, объем. Калорийность здесь достаточно, но невысокая. Вот, от нее вы... И здесь очень важно понимать, что да, здесь есть определенная калорийность. Здесь есть мед, здесь есть, допустим... Жирненький творог. Но творог можно сделать, пусть он лучше будет жирненький. Девять процентов. И другого. Но все продукты, они идеально подходят для нашего организма, и он их не будет откладывать куда-то там в запас. Он будет использовать их в дело. Потому что только естественная пища не дает человеку жирнеть. Все, что искусственно сделано, там печенье, там, допустим, там хлеб какие-то, там колбасы намеченные, и прочее, прочее, прочее. Вот это именно и откладывается, потому что организм не знает, как с этим... Куда его девать? Раньше толстых людей не было вообще туда. Несколько веков туда назад взяли. Потому что питание было естественное. И самое важное, что здесь обилие витаминов, обилие биологически активных веществ. Таких, которых мы с вами и за неделю не съедаем. Представляете, в обычной вареной пище. За неделю. И вы прямо рекомендуете, без зазрения совести, делать это каждый день, меняя вкус, например. Да. И мы это будем делать. Будешь пробовать. И говорить, о, смотри какой вкус, а это вот такой вкус. Я просто про калорийность. Вот, у меня члены семьи, некоторые очень любят бананы. Я вот так, наверное, скажу. Банану любишь? Пожалуйста. Но тогда пусть это будет завтрак. А на ужин, все-таки, уже без банана, наверное. Если хочется какого-то аромата, то, наверное, клубничка. Какого угодно. Здесь можно использовать и яблоки, и бананы, и даже апельсины, и даже ананасы. Ну, все-все-все. И я иногда использую сухофрукты. Беру и перемалываю, знаете что? Я беру сушеную хурму. Ой, как я ее люблю. И даже в финике, от финика, знаешь, какая пюрешка такая интересная получается? Да, да, могу себе представить. Как его сделаем? У меня последний вопрос. Вот вы говорите, в зерне крахмала меньше в проросшем, потому что вот все, что было твердого в зерне, когда оно размочилось, оно идет в силу ростка, и вот этот вот солодовый сахар. Это вот я первый раз слышу, честно, солодовый сахар. Солодовый сахар, кстати, ты пробуешь, он сладенький. Сладенький, сладенький. Вот это как раз ферменты превращают крахмал в солодовый сахар. То есть целая стадия пищеварения с крахмала до солодового сахара, до простых углеводов, она уже проделана ферментами в зерне. И к тяжелудочно-кишечному тракту, твоему, моему, и кто это будет использовать, уже не надо это делать. А в зерне больше витамина А, чем Е? В этом зерне важно сказать, что больше всего витаминов группы В. И, конечно, Е имеется. И, конечно, А. Кстати, вы знаете, что из проросшего зерна как раз и приготовляют экстракт витамина Е. И потом его продают, как вот такой вот визитель сексуальной активности. Да, да, да. А женщинам в аптеке. Противопоказания отсутствуют. И ребеночку, и старичку, и мамочке, и папочке, и детишкам. Так? Да. Пусть будет пища, лекарства. А лекарства – пища. Да. Мы с вами воплотили за вилку левых милицию. Геннадьевич, спасибо большое. Пожалуйста. Приглашайте меня почаще. Если у вас так вкусно, при этом целебно, переезжай. И используйте. На здоровье. Очень вкусно. Доброго на здоровье.